Май 2012 года. Автомобили оснащены климат-контролем, кредитные карты приносят на дом, а через интернет можно купить даже остров. Век инноваций радует новейшими разработками, которые созданы для того, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной. Но порой людям не хватает самых простых вещей. Например, горячей воды в доме. Что делать, если право на элементарные удобства приходится отстаивать с боем? Будем разбираться вместе в эфире «Горячая линия». Здравствуйте! В последние несколько лет участились взрывы газа в домах по всей России. Уже более четырех десятков городов значатся в этом списке. Под ударом может оказаться любой дом, в котором есть газовое оборудование в ненадлежащем состоянии. И абсолютно понятно, почему люди так упорно добиваются того, чтобы полностью отказаться от газовых водонагревателей в своих квартирах. Эта история началась еще в 90-е. Именно тогда было принято решение о переводе домов 10, 12 и 14 по улице Щербакова на центральное горячее водоснабжение. В двух домах из трех вся процедура была успешно завершена. И горячая вода все-таки пошла из кранов в квартиры жильцов. Однако дому номер 12 повезло намного меньше. В 2005 году купили квартиру, переехали в конце 2006-го после того, как сделали ремонт. Когда мы покупали квартиру, мы не знали, что горячей воды в доме нет. То есть колонка не висела, нас этот вопрос не интересовал. А когда стали делать ремонт, оказалось, что газовые колонки стоят у многих жильцов, а у кого-то их нет, потому что невозможно пользоваться колонкой, так как проблема с водой. В конце 80-х годов решили, что будут реконструировать весь дом 14, 12, 10 и будут проводить вместо колонок, так как это взрывоопасно, горячую воду. В соседние дома горячую воду провели, а нам заменили, то есть провели только стоячные трубы во все квартиры. На этом дело закончилось. Обо всем по порядку. Дом номер 12 на улице Щербакова был возведен в середине 50-х годов. Тогда центрального горячего водоснабжения план постройки не предусматривал. Затем появились газовые колонки. Ими и были оборудованы некоторые квартиры. Однако здесь есть одна важная особенность дома. Изначально предполагалась установка отопительных колонок в ванных комнатах. Наличие там соответствующих дымоходов для отвода продуктов изгорания тому подтверждение. Но уже в 95-м году были приняты строительные нормы, которые полностью исключали подобный вариант. Газоснабжение жилых домов. Пункт 637. Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения. Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения, должен решаться в каждом конкретном случае проектной организации по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства. Отсюда вывод. От уже имеющегося дымохода в ванной комнате нужно проводить стальные трубы, отводы и соединительные части на кухню. Для этого прорубить отверстие в стене каждой квартиры. С такими условиями большинство жильцов дома не согласны. Они сейчас будут пробивать дыры из кухни в ванну, протаскивать туда дымоходы. Если колонки устанавливать, а кто сейчас это дело сдаст, я, например, не дам. Мне это не нужно совсем. Никто не даст. Никто даст. Это будет такая труба идти из кухни в ванну. Кто будет компенсировать людям, у кого там прилично отделана кухня и так далее. Но, как оказалось позже, в таких мерах нет никакой необходимости. По новому проекту перенос колонок из ванны не планируется. Они в ванной находятся, и мытища, межрайс, газ, согласование получено. А проектом этого дома и было предусмотрено. Ведь мы в данном случае системы вентиляции и дымоударения, газоотведения мы не меняем. А как же тогда правила, которые вышли в 1995 году о том, что нельзя ни в коем случае ставить? Ну, вообще-то это надо уточнить. По поводу правил мытища, межрайс, газ, согласование эти предоставил. Ну, что я могу сказать. Мы выполняем в соответствии с проектом мытища, межрайс, газ, это специализированные газовые службы. Данный проект согласовал. Собственники жилья начали самостоятельно вплотную заниматься вопросом обеспечения квартир горячим водоснабжением. В 2006 году наконец-то появились первые результаты. Андрей Протасов, занимавший тогда еще должность заместителя начальника управления ЖКХ, дал положительный ответ на страницах газеты «Родники». Газета «Родники» от 7 февраля 2006 года. Что же касается перевода квартир на централизованное горячее водоснабжение, то он будет осуществлен после оборудования в вашем доме индивидуального теплового пункта. Ориентировочный срок – 2007 год. Чуть позже мы вернемся к этому пункту, а пока еще немного истории. В том же 2006 эксплуатирующей компанией была «Ерила». В соответствии с проектом они начали работу по переводу дома на горячее водоснабжение. Тот самый проект, со слов жителей, они видели своими глазами. Однако теперь выяснилось, что его никогда и не существовало. В то время была выполнена работа только в одном подъезде. И жители, естественно, стали не подключаться, а получали эту услугу по горячее водоснабжение. Я хочу повториться о том, что это делалось без проекта. У нас не было проекта в управлении заказчика на выполнение данных работ. Это было, скажем, не совсем правильно, незаконно. Индивидуальный тепловой пункт в доме был оборудован в 2007 году. При этом люди продолжали пользоваться газовыми колонками. Но дымоходы находятся в удручающем состоянии и не способны поддерживать стабильную работу такого оборудования. Из-за этого происходят непредвиденные ситуации. Газовую колонку у нас новую поставили, импортную. И из-за того, что дымоходы грязные и не чистятся, колонка просто взорвалась. Там и труба отлетела, и заглушка вылетела. На первых двух этажах здания, еще со дня основания дома, расположился детский сад номер один. Как ни странно, но в нем уже проведена горячая вода. Газовые колонки отсутствуют, и в установке подобного оборудования дошкольное учреждение не нуждается. С горячей водой у нас проблем нет. В летний период, как во всех домах, отключение на две недели есть. Только вот тогда у нас нет горячей воды. Так все отлично, все хорошо. У нас газовая колонка только в пищеблоке стоит и пользуется ею вот в это летнее время, когда отключение идет горячей воды только на пищеблоке. Все, больше у нас газовых колонок нигде нет. Когда начались работы по замене газовых труб на территорию детского сада, рабочие не были допущены на законных основаниях. Ребята пришли, чтобы провести трубопробу на территории детского сада. Я у них попросила разрешения на данные работы. Разрешения такового не было. Я их отправила в управление образования решать данный вопрос уже с ними. Ну, уже прошло более двух недель. Никакого разрешения от них не получено. Соответственно, работы все приостановлены. В том, что управление образования с легкостью пойдет на такие действия, директор управления заказчика не сомневается. От нас потребовало дополнительное согласование департамента образования. потребовало дополнительное согласование, что детское учреждение газовая труба будет вести. Мы сейчас занимаемся этим вопросом, занимаемся разъяснениями о том, что это может быть строительной нормой правила не противоречит. Сейчас с помощью консультации дополнительных мытищ и мешает газ мы убедим департамент образования, что это безопасно. Кстати, газ должен прийти и в детское учреждение, и там же приготовление пищи, газовые плиты. Да, поэтому согласование мы уверены, что получим. Работу по замене стояков холодного и горячего водоснабжения начали проводить в 2008 году. Но, как объяснили жильцам, из-за недостатка денежных средств все ограничилось заменой стояков лишь холодного водоснабжения. Теперь у кого-то в доме есть горячая вода, а у кого-то ее нет. И вдруг выяснилось, в том, что проекта по реконструкции водоснабжения до сих пор нет, виноваты сами жильцы. Что нужно сделать, чтобы проект появился? Для этого нужно, чтобы собственники жилого дома приняли решение о том, что они хотят модернизировать систему. Не раз уже принимали такие решения, и старшие по дому, и старшие по подъезду все подписывались. У них есть список полный тех, кто за это мероприятие? Полный список, но необходимо было оформить это протоколом решения собственника. Вот заявление. Нет, это заявление. Это заявление о том, что у жителей есть желание. Это заявление должно быть оформлено в виде протокола. Вернемся в начало. К тому моменту, когда жители дома получили надежду от Протасова со страниц газеты «Родники». Теперь Андрей Николаевич занимает другую должность. А на письма жителей в 2008-м отвечал начальник управления ЖКХ администрации городского поселения Мытищи Виктор Железняков четким отказом. На ваше обращение в администрацию городского поселения Мытищи от 11.08.2008 сообщаем, что по жилым квартирам вашего дома предусмотрены следующие работы – замена стояков и по квартальной разводке системы холодного водоснабжения. Подключение жилых квартир к центральному горячему водоснабжению планом капитального ремонта 2008 года не предусмотрено. С момента этого ответа прошло почти 4 года, и мы снова решили обратиться к Виктору Алексеевичу за комментариями и разъяснениями по сложившейся ситуации. Порядок следующий. Данный вопрос относится к компетенции общего собрания. Вообще надо обратиться к своей управлению компанией, чтобы она вначале сделала расчеты. То есть, что надо сделать для того, чтобы это было. Очевидно, надо первое – заказать проект на решение. Допустим, а это допустимо, технически возможно. Второе – составить после проекта смету расходов, и потом ее уже озвучит собственник жилых помещений. Инициатором этого дела должны быть жители. Конечно, правильно было бы, если бы на этом доме собственники жилых помещений собрались на общее собрание, избрали бы совет многоквартирного дома. У него сегодня есть полномочия у совета, понимаете, они определены жилищим кодексом. Дальше бы они встретились с управлением компанией, посчитали бы, рассчитали бы, вынести опрос на общее собрание многоквартирного дома. И приняли такое решение. Уверена, что администрация городского поселения Митичи обязательно оказала помощь материальную в размере до 95% стоимости работы. Так и предназначено положение. Любопытная история. А самое интересное, что виноваты в отсутствии горячей воды опять получаются сами жильцы дома. На словах все выходит гладко, а на деле – ничего. Если это какой-то ритуал или проверка настойчивости жителей, то мы просим власть города уточнить, сколько конкретно раз люди должны обратиться к ним со своей просьбой, и сколько еще нужно написать писем в администрацию городского поселения, чтобы она была наконец-то выполнена. На сегодняшний день совет дома уже создан. После того, как будет подписан тот самый недостающий протокол и направлен в управляющую компанию, мы обязательно вернемся к этой довольно запутанной теме. Это была программа «Горячая линия». До свидания.